В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, у меня будет некоторая тема выпуска. Мы хотим тоже здесь, чтобы был стадион, и вокруг этого стадиона, чтобы существовала вся инструктура спортивная. Медочреждение вместо спортивного объекта. Жители микрорайона Сепараторные выступили против возведения поликлиники на территории Народного стадиона. Чистка только начата. Минувшие выходные силами управления архитектурой и градостроительства продолжался снос самовольно возведенных лестниц и заборов в Макачкале. Четыре золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей. Так вот результат выступления дагестанских борцов на гран-при Иван Ярыгин, который проходил в Красноярске. Предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2021 год подвели на совещании под руководством главы Дагестана Сергея Меликова. Участники встречи обсудили ключевые для региона вопросы газификации, реформирования строительной отрасли региона и привлечения инвестиций. Что сделано и что предстоит еще сделать в материале Асиль Манаповой. Сергей Меликов отметил, что в прошлом году в Дагестане достаточно много было сделано по части выхода на новый уровень развития. В том числе регион получил дополнительную поддержку социально-экономического развития на федеральном уровне. В республике был одобрен бюджетный кредит на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в размере 10,5 миллиардов рублей. Эти средства прежде всего будут вложены в развитие системы водоснабжения. Ведется работа над проектированием Ахачкалинского коллектора. Но надо двигаться дальше, остается еще ряд нерешенных вопросов. Провели совещание по поводу реформирования строительной отрасли. И тоже, к сожалению, здесь печальные истории, которые тоже совпадают со многими другими вещами. Многоквартирные дома как стояли, так и стоят. Не введенные в эксплуатацию должным образом. И вот мы вчера разговариваем с Виталием Маркелом. У них устойчивое убеждение, что в Дагестане за газ не платят люди. И я, наверное, первый, кто их смог в этом переубедить вчера, потому что я им объяснил, это не люди. Но люди эти долги расписывают. Это не платят многоэтажные, многоквартирные дома. В рамках республиканской инвестиционной программы в 2021 году профинансировано 389 объектов, из которых завершены строительные работы по 47. Новый импульс получило в республике развитие целого ряда отраслей. В том числе туризм демонстрирует неплохие показатели. За 2021 год турпоток составил свыше 1 миллиона человек, что на 30% превышает уровень 2020 года. На совещании также был затронут вопрос задержки зарплаты учителям. У нас в этом году в Дагестане проводится год образования. А вы знаете, что у нас на сегодняшний день работники образования, то бишь учителя, за декабрь еще зарплаты не получили в полном объеме. Вы знаете об этом? Вы должны знать. И вы вот эти истории все должны мониторить, должны передавать для принятия решения. Тем более, что у вас и у Минобра один курирующий вице-премьер. Глава республики поручил в ближайшие дни решить эту проблему. Асель Манапа, Мураб Бигбарсов, новости ННТ, Махачкала. В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 124 070 человек. В Дагестане же зафиксировано 550 заражений. По данным Республиканского оперативного штаба, с подтвержденным положительным результатом заболевания COVID-19 за сутки погибло 4 человека. Более 8 тысяч дагестанцев в настоящее время находятся на самоизоляции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты, а также соблюдать дистанцию 1,5 метра, отмечают медики. Жители Махачкалинского микрорайона «Сепараторные» выступили против возведения поликлиники на территории Народного стадиона. Эта земля была возвращена местными жителями в собственность муниципалитета около трех лет назад. Теперь подрядная организация собирается на участке возвести медучреждение без учета мнения жителей поселка, рассказали общественники. Накануне представители администрации города провели встречу с активистами микрорайона. Нашего лидера, нашего председателя общественного совета забрала милиция. Вот специально, чтобы здесь не присутствовал. Почему такое происходит? Не могу ответить. Разберите, пожалуйста, депутаты. Мы хотим тоже здесь, чтобы был стадион, и вокруг этого стадиона, чтобы существовала вся инструктура спортивная. Я хочу сказать, что у нас очень большой поселок. Поселок разросся. Вы все видите, вот этих домов буквально год назад здесь не было вообще. Мы выходили, здесь гуляли с детьми. На прогулку взрослые люди выходили. Сейчас, если эти многоэтажки опять будут здесь строить, дальше продолжать. Люди где должны отдыхать? Наши дети куда должны ходить? Постройте хороший спорткомплекс, чтобы площадки для детей были игровые. Задача на сегодняшний день такая – выслушать вас, учитывая ваши интересы, благоустройство общественной территории. Также жители сепараторного поселка через социальные сети обратились к главе республики Сергею Меликову с просьбой оказать поддержку в решении проблем социальной инфраструктуры микрорайона. 111,5 млн. рублей на поддержку поликлиник. Столько средств выделило правительство России Дагестану как дополнительный ресурс на борьбу с инфекцией. Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса омикрон. На прошлой неделе в Рио министра здравоохранения республики Татьяна Беляева заявила, что амбулаторно-поликлиническое звено испытывает серьезную нагрузку. Количество вызовов в отдельных поликлиниках возросло до 200 в сутки. Сейчас мы прервемся на обзор кратких новостей в рубрике Дайджест, затем продолжим. Не переключайтесь. Трехлетний ребенок погиб в Махачкале под колесами Газели. Трагедия произошла накануне вечером. 23-летний местный житель за рулем автомобиля, двигаясь задним ходом, не заметил мальчика и наехал на него. Ребенка с различными телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался. Отметим, что за прошлую неделю на дороге Тагестана произошло 24 ДТП. Один ребенок погиб и 31 человек получили ранения. Учителя из 27 муниципалитетов республики пожаловались на невыплату зарплаты за декабрь прошлого года. Об этом на совещании у Сергея Меликова сообщил в Рио министр образования, науки и обучаев. Самая сложная ситуация в Ногайском районе, где зарплату за декабрь недополучили около 400 педагогов. Перерасчеты выплаты оставшейся части будут произведены после анализа фактически сложившейся задолженности, говорится в сообщении. В Дербенте задержали воров строительных инструментов. Они украли рабочий инвентарь на сумму 20 тысяч рублей, проникнув в дом местного жителя. Полицейские задержали злоумышленников, которые признали свое вино. Грабители рассказали, что вынесли из дома строительные инструменты во время ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело. Временное отключение газоснабжения ожидается в Махачкале 15 февраля. Это связано с выполнением ремонтных работ на газопроводе. Отключения коснутся поселка Семендер, улицы Театральной, Кавказской, Грозненской, а также районного ПХ Кировского района столицы. Ремонтные работы будут проходить в обеденное время с 10 до 14.00. Тротуары для людей. Минувшие выходные силами управления архитектурой и градостроительства Махачкалы продолжался снос самовольно возведенных лестниц и заборов столицы республики. Работы по демонтажу проводились на проспекте Акушинского и Петра I. Также ранее сотрудники столичной администрации избавляли эти проспекты от визуального мусора, а именно от рекламы, закрывающей фасады торговых зданий. Напомним, на проблемы с захватом общественного тротуара горожане просили обратить пристальное внимание в Инстаграм на странице мэра Салмана Дадаева. Дагестанские урбеч и рис пришлись по вкусу арабским импортерам. Группа предпринимателей из Абудаби прибыла в Дагестан в рамках реверсной бизнес-миссии. Они посетили производственные предприятия, наиболее интересные для заключения контрактов. Гости озвучили, что готовы рассмотреть возможность старта экспорта поставок дагестанского риса. Отметим, что бизнес-миссия гостей из Объединенных Арабских Эмиратов организована Центром поддержки экспорта Дагестана. В прошлом году из Республики в Арабские Эмираты вывоз товаров составил 811 тысяч долларов. И в планах уже в этом году эти показатели удвоить. В настоящее время регион поставляет в страну мед, минеральную воду, горчицу и орехи. Произведения живописи и широкая панорама студенческих работ учеников профессора Мусаева были представлены зрителям в залах Первой галереи в Каспийске в рамках ретроспективной выставки под названием «Школа Мусаева». Здесь было представлено более 60 работ выпускников художественного графического факультета ДГПУ. Они исполнены в самых разных стилях – реализм, символизм, живопись, графика, за каждой из которых кроются свои истории. Все эти картины были переданы в дар Музеям Республики. Также в рамках мероприятия было подписано соглашение о взаимосотрудничестве между ДГПУ и Министерством культуры Дагестана. Конечно, эта художественная традиция очень дорогого стоит. Во-первых, она дает вторую жизнь, она вдыхает жизнь в эти творения. Она позволяет музейным работникам разнообразить их выставочную работу. То есть совершенно может быть простор для фантазии. Конечно же, она открывает для широких вас возможность просмотра вот этих музейных экспонатов. И вот в этом смысле я только могу сказать, что Абдулзе Гербасгейтович, вот этот ваш пример великодушный, это действительно образец для многих представителей изобразительного искусства Дагестана. И это такой вдохновляющий, мотивирующий поступок для ваших студентов и выпускников. И искренняя признательность у меня руководству, Наримана Сварович, вам, потому что вот без вашей поддержки сегодняшнего события, оно не состоялось бы. Огромная благодарность. И я вот надеюсь, мы сегодня подпишем с вами соглашение о сотрудничестве и закрепим вот это вот доброе начинание. Я искренне благодарна ребятам, которые совершили вот этот жест очень красивый. И вы знаете, это очень важно, когда многие уже состоявшиеся художники, кто-то только вступает в эту взрослую художественную жизнь. Это очень важный шаг. И о спорте. Четыре золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых медалей. Таков итог выступления дагестанских борцов на гран-при Ивана Ярыгина. Турнир проходил в Красноярске в течение четырех дней и завершился накануне. Итоги в кратком обзоре подвел Курбан Рагимов. Ему слово. Сборная Дагестана – лидер неофициального общекомандного зачета Ярыгинского турнира. Об этом стало известно еще вчера. В заключительный день соревнований наши борцы претендовали на три золота. Третий день подряд дагестанцы оспаривают медаль высшей пробы в очном противостоянии. Чемпион Европы Далрен Куруглиев встречается с молодым и амбициозным Аманулой Расуловым. Эту схватку партнеры по команде начали осторожно. А развязка наступила во втором периоде, когда Куруглиев включился и провел результативные атаки. «Тяжелый, все-таки рисковать особо так тоже не хотелось. Можно сказать, схватку контролировал я. Аманулой Расулов с каждым годом набирает, от турнира к турниру набирает. Хороший парень, такой чувствительный. Дальше, я надеюсь, чемпионат Европы Джамбулат Ильич вроде освободил от яригинского турнира только олимпийских чемпионов, а других речь не шла. Будем надеяться, что поедет на чемпионат Европы». В этой же категории бронза в активе у Ады Багомедова, который буквально выгрыз победу в малом финале за 13 секунд до конца встречи. Также третьим весит до 74 килограммов стал Магомед Расул Газимагомедов, который днем ранее уступил будущему чемпиону Чермену Валиеву. В одном из самых ожидаемых финалов дня Кайл Снайдер был сильнее Шамиля Мусаева. Полтежиловец из США был здесь явным фаворитом, однако Мусаев все же попытался дать бой олимпийцу. Хасавиртовец ввел со счетом 3-0, но к середине встречи Снайдер перехватил инициативу и довел спадку до победы. «Кайл Снайдер, артистский чемпион!» Четыре золотые, четыре серебряные и восемь бронзовых наград. Дагестанские вольники в очередной раз завершили турнир в Красноярске с лучшим результатом. Победители соревнований войдут в круг претендентов на поездку на чемпионат Европы, который пройдет в конце марта в Будапеште. Намерения, как уже часто бывает, конечно, всегда было побольше золотых максимумов. Такого какого-то определенного прогноза или такого не было, что какой-то, кажется, медаль надо заворовать. Наша команда была укреплена на процентов, 70-80 процентов, потому что многие лидеры не боролись. Алихан Джабуев не боролся, Садуа была освобождена. В целом ребята выступили очень хорошо. Дагестанские борцы греко-римского селя завоевали 14 путевок на первенство России, которое пройдет с 14 по 18 марта в городе Октябрьской республике Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона. Спортсмены квалифицировались на всероссийские соревнования, успешно выступив на первенстве СКФО, которое проходило в минувшие выходные в Каспийске. Борьбу за медали соревнований вели до 200 участников из регионов Северокавказского федерального округа. Смотрите нас на нашей странице в Инстаграм, а также на сайте nntv.ru. У меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин